Предлагаю немного пофантазировать, но опять-таки представить себе, что бы вы сделали, если бы однажды утром проснулись и поняли, что вы одни. Вся флора и фауна сохранилась, а из людей на всей планете только вы и остались. Понятно, что сразу вы бы этого не осознали, понадобилось бы какое-то немалое время, чтобы в этом убедиться полностью. А к тому моменту, возможно, было бы уже поздно что-либо предпринимать для сохранения собственной жизни. Давайте опустим подробности, такие как тысячи ежесекундно находящихся в небе самолетов, действующие атомные электростанции и прочие вещи, требующие человеческого контроля. Вы на канале Кроп ТОП, поехали! Первое. Место проживания. Достаточно надежное, непроникаемое извне, с возможностью обзора с высоты во все стороны, с доступом свежего воздуха и необходимыми элементами удобства. В ближайшем доступе к более-менее питьевой воде, первое время можно будет пожить в доме своей мечты, в максимально большом и удобном. Позже, надобность в таких масштабах отпадет сама собой, и я скорее всего выберу дом поменьше. Второе. Электроэнергия. Напряжение в розетке будет присутствовать какое-то время. Как долго, не знаю, но когда-то его не станет, это факт. Выход бензогенераторы. Преимущество огромное количество горючки. Какой-то отдельный сухой ангар, чтобы там все это хранить. Вроде как где-то слышал, что у бензина есть срок годности. Если это так, то все намного хуже. Можно соорудить панель из солнечных батарей. Тоже помогло бы. В принципе, добыть электроэнергию можно различными способами, были бы мозги. Хотя для меня одного, думаю, с головой хватит заряженных аккумуляторов, которых по всему миру имеется невероятно большое количество. Третье. Оружие. Много. Боеприпасы еще больше. Не забываем, что на улицах со временем появится множество животных, которые будут не прочь нас отведать. Это возвращаясь к пункту номер один о неприкасаемости извне. Арсенал нужен будет очень нехилый. Первое время надо будет научиться стрелять и выбрать для себя самое компактное и при этом бронебойное орудие, на случай диких кабанов и медведей. Четвертое. Средства передвижения. Велосипед в такой ситуации очень скоро станет бесполезным. Скутер, мотоцикл, байк, не знаю. Автомобиль уже гораздо лучше. Но это техника. Она требует периодического обслуживания. Автомобили, оставленные на улице, быстро придут в негодность. В течение одного-двух лет. Может, за редким исключением проживут лет пять. Но очень сомневаюсь, что дольше. Придется часто менять машины. Но со временем все машины будут устаревать. Придется искать машины, которые хранятся в гаражах и в подземных парковках. Они будут сохраняться годами. В любом случае, мой основной автопарк будет состоять из внедорожников. Я же не знаю, по каким местностям мне придется ездить. Наверное, придется научиться летать на вертолете. Так будет гораздо удобнее передвигаться по планете. Пятое. Еда. Несомненно, нужно будет выращивать многое самому. Но на мой взгляд, это минимум из всех проблем. Мясо можно будет добывать с помощью имеющегося арсенала. Тут уж главное самому добычей не стать. Все скоропортящиеся продукты из магазинов можно будет использовать весьма ограниченное время. Консервы? Пару лет не более. Задумался тут хлеб. Я без него вообще не могу. Значит, запасы муки. Разведение кур опять-таки. Да и вообще, какое-то хотя бы минимальное личное хозяйство понадобится. Короче, вопрос собственного пропитания будет стоять остро. Передумал. Заниматься своим хозяйством будет глупо и нецелесообразно. Это отбирает слишком много времени. Плюс привязка к постоянному месту жительства. Сколько мне там одному надо? Какой-то коровы, если хранить мясо в морозилке, мне хватит на месяц, а то и на два. Шестое. Все остальные мелочи будут находиться в процессе нахождения всего вышеперечисленного. Будет, думаю, очень сложно первое время. И осознание того, что наша жизнь, как ее не обеспечивая конечна, тоже не будет давать покоя. Смотря на мир, который остался без человеческого присутствия, мы, несомненно, будем осознавать, что планете от этого стало только лучше. Но мысль о том, что мы покинем этот мир в полном, нет, в полнейшем одиночестве, будет преследовать нас долгие годы. Я обязательно найду хорошую камеру и комп с большим количеством памяти. Я буду вести видеодневник. Нет, видео в YouTube я выкладывать не буду. Кто их будет смотреть? Я сам буду пересматривать ролики, чтобы понимать, в какой момент я начал сходить с ума от одиночества. На самом деле, очень сложно представить такую ситуацию. Обычно в фильмах герой потом обязательно кого-то находит. Фактически, если найти девушку, то можно расплодиться. Только вот детям придется плодиться друг с другом, и это очень плохо. Но хз, может мы станем расой мутантов и будем выживать как можем. Но если остаться одному на земле, то фактически никакого смысла в жизни больше нет. Уверен, что будет безумная депрессия, и только благодаря тому, что мозг умеет нас обманывать, у меня будет иблиться надежда, что я не один и встречу группу людей, а потому и буду устраивать вылазки. Но очень хотелось бы выслушать ваше мнение, как бы вы поступили и что бы вы делали в подобной ситуации. Всех люблю, всем добра. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok